приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке в этом видео мы уделим внимание фразам которые никогда нельзя произносить если вы не хотите сломать свою судьбу потому что вселенная слышит каждого из нас это что мы говорим то мы и активируем активизируем в нашей жизни обязательно досмотрите это видео до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал астрора ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также слышат эту важную и нужную информацию вы знаете вселенная всех нас слышит вне зависимости от того принимаем мы эту информацию и эти знаки или нет если мы с вами что-то часто повторяем то то мы и получаем и вы знаете вселенная перед каждым открывает множество дорог дает много возможностей для того чтобы быть действительно удачным удачливым везучим и чтоб каждый из нас ощущал вот настоящие то человеческое счастье но часто мы отпугиваем и счастье и удачу можем отпугивать мы не замечаем почему-то мы проходим часто мимо прячемся даже под одеялом страхов и не верим свои собственные силы и вы знаете очень наверное одним из главных вредителей нашего счастья нашей удачи благополучия является закрытость для всего нового когда же человек живет своей какой-то вот на эти коробочки и не хочет показываться наружу при этом человек мечтает быть счастливым философствует о счастье о семейной жизни а удачу но он все равно по-прежнему находится в старых проблемах находится в своих негативных мыслях и постоянных переживаниях также мы отпугиваем наши вот счастье изобилие достаток нашей не искренностью такой навык когда человек весь и один сплошной негатив и знаете и плюс еще бонусом выступают миллиард колючек не ничем его не удивить ничем его не вдохновить и все то он уже знает ничего у него не получается кроме того кроме всего этого есть еще и фразы которыми мы уничтожаем свое счастье и так фразы которые вам нужно забыть навсегда даже если в вашей жизни на данном этапе все чудесно все великолепно вам хорошо итак первая фраза которую мы с вами повторяем частенько и пожалуйста папа после того как вы прослушаете сделайте ревизию того что вы говорите я не сделаю так никогда или я не пойду на это никогда и любые другие похожие утверждения и такая фраза не очень нравится вселенной и высшим силам почему дело в том что когда мы говорим такие слова да еще и вслух мы как бы автоматически ставим себя на позицию всевышнего на позицию бога который только имеет полномочия контролировать нас нашу жизнь судьбу а также вершить и решать поэтому для того чтобы посадить такого человека на свое место чтобы он и не был и не считал себя внештатным творцом судьба обязательно подкидывает сюрпризы своеобразные подарки виде определенных ситуаций виде каких-то проблем нюансов при этом это а будет особенно видно в том случае где вы говорили именно фразу я никогда не поэтому помните о том что ни в коем случае не не нужно произносить эту фразу и лучше заменить эту фразу какой-то друг другими словами но не нужно применять это на себе помните о том что вы все сможете сделать и у вас все получится возможно вам понадобится время для того чтобы изучить определенную информацию понять разузнать но в любом случае у вас все получится следующая фраза которую многие люди любят говорить эта фраза звучит следующим образом вот мне бы твои проблемы и вселенная отвечает тем же когда мы с вами рассуждаем о проблеме другого человека не знаю всех его нюансов всех трудностей проблем через которые пришлось человеку действительно с пройти да возможно с вашей колокольни вы видите совсем другую картинку и вы думаете что его проблемы для вас они легкие они вас не тяготят но если вы разберетесь и поймете то вы поймете что ваши проблемы предназначены только для вас для того чтобы вы могли прийти к чему-то новому чтобы вы могли понять чтобы вы могли развиваться двигаться вперед не стоять на месте потому что как только мы с вами перестаем читать книги познавать мир знакомиться и общаться с новыми людьми путешествовать посещать государственные учреждения да вот всевозможные бюрократические организации мы с вами перестаем развиваться потому что когда мы уже вышли с вами из дома мы потихоньку начинаем найти по-другому видеть потому что мы сами едем маршрутки например и здесь возникает определенные также обстоятельства и от на 6 отношения в социуме и здесь возникает вопрос как мы будем относиться другим людям если вас например кто-то толкнул или вам кто-то нахамил что вы сделаете в ответ таким образом вы развиваетесь то есть вроде бы каждый день повторяется одна и та же ситуация но эта ситуация в первую очередь для того чтобы вы вышли на новый уровень развития или другая ситуация вы например имеете определенную сумму денег и у вас например списали с карточки сумму денег которую вы собирали условно полгода в год и вот возникает вопрос как вы себя будете ввести да очень обидно очень тяжело потому что человека захватывают определенные эмоции начинает очень сильно злиться кто-то начинает плакать кто-то по-разному ведет себя но вселенная и высшие силы проверяет вас на вашу силу духу духа на ваше терпение как вы можете реагировать в той или иной ситуации и если вы воспринимаете это все мудро с легкостью с улыбкой на глаза как бы вам было не тяжело и вы понимаете почему у вас это произошло то вашей жизни начинает все меняться при этом меняться может достаточно кардинально буквально за пару дней или за пару месяцев помните вы строитель своей жизни и только вы никто другой